всем привет начинается новый день точнее он продолжается сегодня уже с вами побегали сейчас едем на встречу к андрею к андрею чекану это вы его точно видели в моих влогах это один из братьев основателей ли из инженерной системы умные дома и все такое короче у нас с ним уже была беседа выпуск с ним есть во влоге в общем то прошло сколько наверное года полтора-два час будем вспоминать свое время не прошло будем встречаться общаться как старые добрые времена привет 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 так ну что ну что встретились с андреем в очередной раз убеждаюсь что это имя просто короче если если тебя зовут андрей все мы точно подружимся чего-то рассказать андрей скоро поедет в штаты вот собственно я сейчас еще раз ему там попала понарассказывал всяких классных штук причем я снова конце в конце я говорю суши андрей это же что-то начинаю загоняться потому что я так всем рассказываю о том как что так круто что у тебя могут быть завышенные ожидания потому что ну действительно есть люди которые но приезжают штаты потом говорят да ну вообще типа не круто вот поэтому я всегда точнее андрею вот в этот раз сказал о том что не строй ожиданий да просто езжай езжай и короче без всяких ожиданий и это же самое да я буду говорить и вам потому что потому что ожидание это такое да все все как бы расстройства огорчения в жизни происходит от того что мы чего-то ожидаем ждем надеемся рассчитываем вот а когда ты просто делаешь моменте все лучшее что ты можешь сделать и едешь куда-то не ожидая ничего а просто потому что ты знаешь что то место куда ты едешь она в теории может дать тебе возможность для возможность как-то реализоваться что-то сделать создать и так далее вот но чувствуете какая тут разница между пониманием до что это место может дать себе возможность и ожиданием того что сейчас я поеду и короче там блин встречусь там и вот это все закрутится завертится нет самое главное просто видеть возможность ну и собственно этим фактом просто вдохновляться заряжаться и все все и тогда когда собственно ты не ждешь ни от кого и не от чего вот именно в эти моменты наступает прямо крутое счастье когда что-то внезапно приходит в твою жизнь вот кажется дождь на улице вот да точно дождь это еще кстати одна тема который мы с андреем говорили да что опять-таки да в лос-анджелесе можно видеть кучу толстых людей можно видеть кучу спортсменов вот андрей тоже классно сказал для кого-то санкт-петербург это город где постоянно идет дождь да а для кого-то это совершенно что-то другое вот поэтому задумайтесь на этом над этим потому что все в нашей голове до даже дождливой погоде можно увидеть очень много крутого и прекрасного вот все я иду на репетицию сейчас приедут парни и будем готовиться концерту 5 числа до скорого так ничего репетицию я не заснял были в процессе готовились готовили расширенную программу потому что потому что вот на этом хостбэкфесте мы сыграли по моему 40 минутный сет даже меньше вот соответственно два ближайших концерта нам там да ну нас будет время чтобы сыграть все то что мы хотели ну вот поэтому расширенная программа успели один раз ее сыграть вот дождь идет вот так все пора спать всем привет сегодня заключительная репетиция перед концертом санкт-петербурге предыдущую репетицию я не записывал в репетировали бестонии надо было много времени на сетап ну короче продолжаем готовимся кстати вот так выглядит лицо человека который сегодня узнал что фестиваль тамань переносится окей что как бы окей вот такие вводные хорошо что не купили билеты да мы долго долго думали с логистикой там она очень весьма непростая была вот билеты не купили поэтому сейчас особо никаких заморочек не будет с возвратом всего этого дела вот ну а так чего ну съездим в новороссийск другой раз ну вот хотя судя по всему фестиваль будет уже не в новороссийске где-то под краснодаром что ли вот короче сетапимся репетируем готовимся концерта нет рано остановил сегодня еще пробежал 18 километров соответственно все по плану как как и как и планировал значит ощущения такие необычные но как бы реально почувствовал такую прямо боль в мышцах когда уже соответственно перешел на шаг ну вот поэтому короче самое главное сейчас даст фокусироваться на восстановлении впереди сейчас сейчас только среда бегал я рано утром днем успел поспать даже немножко вот короче среда четверг пятница суббота время есть отдыхаем восстанавливаемся ну как отдыхаем отдыхаем активно вот да плюс еще пятницу концерт ну короче посмотрим в общем тогда к чему такая вот длительная пробежка на за неделю до собственно полу марафона к чему она приведет какие будут результаты так далее так далее есть вероятность что это очень было в тему вот но короче будем анализировать и ну и вообще впереди еще пару пару моментов про подготовку вам расскажу вот начался все сетапимся собственно еще один момент да почему почему показал лицо человека который только что узнал о том что фестиваль отменяется ну как сегодня точнее узнал суть в чем да что никакой трагедии в этом нет почему потому что об этом даже некогда думать это вот то о чем я вам уже наверное не однократно говорил да что как сказать окружайте себя большим количеством дел потому что ну реально некогда печалиться переживать потому что ты просто как когда какие-то новости приходят такой типа и мне просто об этом некогда думать я сейчас у меня вот этот процесс вот этот процесс и мне надо думать о том какие дела делать дальше вот поэтому короче вот такая штука сегодня еще чего из каких новостей ну точнее как сегодня дня три это все длится по одному проекту клиентам не очень доволен короче не вовремя сделали графику вот как бы ну такая ситуация судя по всему сейчас не будем ну как бы рассчитываться да и закрываться да то есть они переведут деньги которые ну то есть по тем к шо там которые я уже сделал и соответственно скорее всего на какой-то период времени мы перестанем так скажет ну не то чтобы общаться но во всяком случае нам навряд ли будут присылать какие-то шоты материалы вот выводы выводы сделал насчет регламент и дополнил вот и собственно да мы как раз тут с ребятами недавно обсуждали мне очень много есть чем рассказать с какими ребятами о чем мы обсуждали и так далее ну короче они мне прямо сказали что андрей ты чего-то типа сильно загоняешься ты было накануне и вообще типа готовься к тому что у тебя будут всякие факапы фейлы и надо к этому ну как бы нормально относиться точнее правильно относиться дату сделать выводы и не допускать этого в дальнейшем ну вот ну вот оно случилось такое как бы крещение да признак это признак чего стремительного развития да когда ты не успеваешь ну за темпом да или же признак какой-то ну того чего надо в себе дать изменить другой вопрос об этом надо будет ну как сказать это точнее покажет покажет время вот это и позже тем не менее ситуация вот такая неоднозначные были как бы впечатления ну там все эти дни вот с одной стороны на не хотелось ничего делать просто такая типа ну не апатия просто лишь блин зачем это все вот если не получается делать идеально и потом мы снова вспоминаем до фразу про идеально насколько это вообще правильная стратегия заниматься перфекционизмом вот короче так или иначе да ну как бы не классная ситуация но классный классный урок и очень ну очень нужный и важный вот значит основные какие выводы я сделал что регламенты не до конца то есть прописаны да потому что ну по части моментов там объективно project чтобы сейчас вас не запутать совсем ну короче да то есть сделал те вещи которые я сам бы не стал делать то есть ну я бы не стал ну короче ладно не будут детали сейчас отдаваться вот поэтому собственно project не виноват ну почему потому что у нас были регламенты до которые я прописывал соответственно эти моменты в этих регламентах были не учтены но теперь они там учтены соответственно ну так сказать виноват не то что виноват а вся ответственность любом случае на мне я ни в коем случае не не сваливаю это все на project а вот хотя ну конечно конечно да хочется такого человека иметь в команде который собственно скиллови тебя и компетентнее да это бывают такие истории что многие люди боятся брать себе в команду людей которые 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 превосходят их да то есть ну там это вот такой симптом такой дурацкий да когда какой-нибудь директор компании просто боится взять более опытного человека по какому-то направлению потому что там всякие могут быть психологические как бы трюки но именно в этом так как бы есть ну то есть точка роста до брать людей которые круче тебя сильнее тебя собственные вместе расти за счет их ну профессионализма ну вот поэтому как бы ну project дать счастливо вот поэтому короче project такой какой есть и он клёвый ну реально клёвый алекс если будешь это видео смотреть вот все равно респект респект что вообще включился во всю эту ну как бы зарождающуюся историю ну вот но соответственно да есть есть моменты которые прям точно можно улучшать прокачивать вот и собственно этим этим и занимаемся поэтому как я и сказал то есть я уже алексу об этом написал что в принципе купили купили себе опыт очень классный и полезный так что такие апдейты пришли парни все еще будем шуметь репетировать готовиться отдаю чтобы получится смотрите это 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 Продолжение следует...